Приветствую вас, давайте разберём свой вопрос, который вы задаёте. Работала в банке, отозвали лицензию, пять месяцев сидели на простом, непонятно, что значит на простом, оплачивали все месяца до сокращения, сейчас понимаю, что нужно идти на работу, но никак не могу себя заставить, каждый день вставляю планы, но ничего не делаю. Как быть? Спрашивает аноним. Ну, смотрите, ситуация здесь такова, что вы прокрастинируете, то есть, грубо говоря, вы как-то себя пытаетесь совершенно очевидно заставлять, вот. Вы себя заставляете, как мне кажется. И, собственно, в этом, наверное, и заключается основная проблематика ваша на данный момент. То есть, вы, судя по всему, работать или не хотите, или просто не знаете, как бы, ну, на что нацелите, направите свои ресурсы, да? Вот. Может быть, вы не очень хорошо понимаете свои интересы, да? Вот. Ну, то есть, просто вот как-то не очень может быть хорошо чувствуете их, ощущаете свои интересы, вот. И, в общем-то, из-за этого вы не очень понимаете, зачем вам работать вообще. И, в этом смысле, вас довольно легко понять, вот, в этом смысле. Как мне, по крайней мере, ну, как мне, по крайней мере, кажется. Вот. Вас легко достаточно здесь прочувствовать, вот. Но в то же время, как мне кажется, нужно данную ситуацию рассматривать с точки зрения того, что это определенный кризис у вас, и вам этот кризис, ну, вот, нужно пройти. Вот. То есть, искать для себя возможности, или себя, может быть, имеет смысл, вот, поисследовать. Ну, то вот лучше понять себя, да, и лучше понять, собственно, чего вы хотите, вот, и уже на этом как-то вот выстраивать свою дальнейшую стратегию поведенческую. Также, ну, совершенно очевидно, что что-то вас останавливает. В частности, вы говорите о том, что вам нужно идти на работу. То есть, не то, что бы вы хотите, судя по тому, что я могу судить. Не то, что бы вы особо хотите именно работать, вот. То есть, есть ощущение, что вы больше это делаете, потому что вам, ну, надо, вот, а не хотите. Вот. Ну, имеет смысл, вот, спросить себя, как минимум. Может быть, хватит уже себя заставлять. Может быть, может быть, пришло время, как-то, вот, делать какие-то вещи по желанию, а не по, там, заставлению, да? Вот. С другой стороны, может быть, такая история, что вы привыкли к определенной такой вот стабильности, защищенности, и сейчас вы понимаете, что нужно начинать делать что-то заново, это пугает, и, соответственно, нужно здесь, на мой взгляд, ставить себе, ну, вот, в какой-то степени адекватные цели, вот. А если цели, которые вы себе ставите, так скажем, ну, не адекватные, если цели, которые вы себе ставите, ну, не совсем, там, к примеру, ну, соответствуют вашим реальным возможностям, да? Вот. И так далее. То, конечно, вам будет тяжело. Поэтому, на мой взгляд, вы можете играть здесь, в такую игру, когда вы ставите себе заведомо цели, которые вам, например, сложно или невозможно реализовать, вот. И вы, понимая и где-то вот в глубине души, зная, что эти цели вы не реализуете, вот. Вы таким образом выходите из, ну, тяжелой для вас ситуации. Я предполагаю, что, ну, всё, я обессильно, я ничего не могу. Вот. И вот это, конечно, пожалуй, самое неприятное в этой ситуации, вот. Потому что вы себя обманываете, к сожалению. Вот. И в итоге, ну, вот так получается, что вы тратите свое время и силы на то, что, ну, называется внутренней борьбой. Вот. И на мой взгляд, если вы не хотите тратить свое время на это, вот, то имеет смысл определиться со своими приоритетами. И может так вот статься, да, вполне может так, в принципе, статься, что вы придете к такому решению, например, что работать вы не хотите больше. Вот. И это тоже решение. Вот. То есть, ну, если вы, если вы не хотите работать, то и не надо работать. Понимаете? То есть, как бы, если вы себя, там, ну, будете заставлять как-то гипотетически, вот, то ничего хорошего. Из этого не получится, к сожалению. Вот. Ну, вот. Такой я могу вам дать ответ. То есть, что здесь важно, да? Смотрите, значит, что важно. Важно, эээ, чтобы вы для себя постарались ответить на вопрос. Да? Вот я не знаю, как мне быть, чтобы что. Вот. То есть, я хочу как-то быть, чтобы что. Вот. Эээ, чтобы что в итоге. Вот. Чтобы как-то быть, нужно, ну, вот, определиться с тем, чего вы хотите. Вот. Это важный достаточно момент. Вот. И если вы сформируете, вот, как раз, эээ, свои, ээ, приоритеты, да? Если вы сформируете, эээ, что вам нужно. Вот. Ну, и ситуация будет, эээ, так скажем, более определенно, определенно, вам, эээ, ну, будет, эээ, легче, принять, какое-то решение. Вот. А в целом, я рекомендовал бы поисследовать, эээ, свои чувства, эээ, свои чувства. Вот. Я бы рекомендовал бы поисследовать свои ощущения. Вот. Эээ, которые вы испытываете прямо вот, ну, прямо сейчас, да? Прям вот. Вот в данный момент, например, когда вы, эээ, писали этот текст хотя бы. То есть, каким чувством вы его писали? Эээ, значит, какие у вас ощущения возникали, когда вы, когда вы его писали, да? Мне показалось, что вам этот текст дался достаточно, ну, нелегко, потому что вы написали довольно мало. Вот. Вы также как будто бы склонны многие вещи, ну, не многие, может быть, но какие-то вещи, эээ, подавлять, скрывать. Вот. То есть, это эээ, тоже момент такой вот достаточно непростой, я бы сказал. Да? То есть, если вам, вот, эээ, нелегко, например, говорить о своих, эээ, чувствах, нелегко говорить о своих ээээ эээ эмоциях, там, и так далее, то, вот, тоже, это может быть, так скажем, предметом психотерапии, да? Вот. То есть, тут вот такие моменты. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Всё. Всё.